Друзья, я напоминаю, что телефон прямого эфира 6-7-2-12-93-9. Вы нам можете звонить в студию, если у вас есть какие-то вопросы или просто комментарии. Будем сегодня мы говорить о чистоте Латвии, о чистоте латвийских лесов и не только, о поведении латвийцев тоже в том числе. А вот хотелось бы спросить у вас, дорогие гости, что у нас меняется в лучшую или в худшую сторону за последние годы? Ну, вот так вот есть. Уже 9 лет я борюсь с этим, что происходит в лесах, особенно в государственных лесах. Напомню, что наша латвия и зеленая страна очень половина занимает лесов, а еще половина из половины латвийский государственный лес. Ну, вот я борюсь с этим, что там есть. Ну, если так сказать, не хочу себя хвалить, но как бы наполовину уже лучше стало там обочери. То есть есть прогресс, да? Ну, есть прогресс. Это тоже есть такое вот, там смотрели все люди, там всякое такое было. Ну, все равно еще в лесу много что остается. У меня тут вот, у вас тут телевидение тоже есть. Наглядные агитации. Вот смотрим, как будто вот маленькая такая пластмассовая бутылка, там есть, там пачка, там тетропака и всякая эта сигаретка. Все это вроде бросил, вроде ничего не произошло. Но вот есть статистика, что мы вывезли из лесов. Только за прошлый год, например, ну, каждый год мы возим, 2079 кубических метров. Это знаете, сколько получается? 11 вагонов. Ужас. А мусора в целом. Да, мусора. А за 4 года, смотрите, 8800 кубических метров, это 46 вагонов, целый эшелон. Только из маленьких вот этих самых. Я не говорю, что там строительные отходы или что-то такое. Только из этих маленьких. И это только то, что собрали, да? На самом деле гораздо больше. Да, да, это ужас. То же, как в лес заеду, все там есть, я сам сколько смогу, собираю, да, у меня маленькая машина. Ну, собираем, собираем, собираем. Ну, как-то, как-то людей надо перевоспитывать. Я вам скажу так вот, что я делаю конкретно. Ну, на счет взрослых, у меня иллюзий уже нет. То есть не переучиться же? Он мусорил, он мусорил. Ну, подумай сам. В лесу мы даже приглашаем, идите в лес, греби собирайте. Ягоды, всякое такое. Все бесплатно, ничего не надо делать. Только веди себя хорошо в лесу. Ну, например, ты пошел в лес, пикник сделал, отдохнул там удочку, да? Ему было силы принести все это в лес. А унести уже нет. А унести уже нет. Выпил человек уже. Выпил. Ну, так что, выпил. Так что потерял? Не все пьют в лесу. Но если ты принес в лес, отдохнул, так собери все это, отнеси. Кстати, в латышских государственных лесах есть специальное место для отдыха. Мама даба там сделала, там скамеечка, столик, все это. И всегда есть эти урны для мусора. Есть. Есть. Всюду. Всюду есть. Нет. Он туда же бросил. Ужас какой. Поэтому я работаю с детьми. Единственная надежда, это дети. Вот 9 лет я езжу по лагерям, где дети там собираются. Зимой по школам, всякое такое. И их учу. Если справа было в диковинку, что за вообще пришел такое, да? То сейчас я уже им задаю эти вопросы, а они уже все отвечают. Они знают, в какую урну надо бросать пластмассу, в какую бумагу, стекло, всякое такое. Разделять все мусор, да? Да, ну, конечно, надо сортировать, надо перерабатывать. Они уже все это знают. И они уже своих родителей учат, что там, мама, не бросай бутылку через окно. Там, папа, окурок не бросай, нельзя так делать. Вот так. То есть дети уже воспитывают взрослых, да? Именно вот так. А почему вот у нас часть латвийцев такие невоспитанные, не знают, как с мусором обращаться? Это что, воспитание такое, или это вседозволенность, или это, я не знаю, какие-то причины? Я не хочу сказать, что это эхо нашего прошлого, что тогда было, что, ну, видите, в то время, да, никому ничего не принадлежало, все мусорили куда-туда, туда, туда, туда. Все общее было. Все общее, вроде ничейное, да? Можно мусорить, ничего не будет. Сейчас ведь все кому-то принадлежит. Вот, например, Латвия, Латвия, четверть Латвии нам предложит. Мы за это отвечаем, стараемся все убирать. Но каждый уголок Латвии кому-то принадлежит, и каждый за свою землю отвечает. Мне часто тоже говорят, вот суквен, суквен, там замусорено, там замусорено. А я слушаю, а чья земля? Или там частный, или там самоуправление, или государственный, он должен отвечать за это. Если он сам намусорил, ну, конечно, за все это и есть штрафы. Его надо штрафовать. Если он видел, кто-то набросил, пусть он поймает его, и пусть собирает. Господин Коктенш, а вот вы согласны с тем, что такое поведение части латвийцев, это такое советское наследие у нас? Что говорят о полосе, да? Это, я не знаю, на самом деле, насчет этого советского наследия, у нас это так очень популярно. Если что-то не так, что-то не нравится, то, конечно, у нас все очень легко разъяснить. Там, знаете, советское наследие, они там людей там испортили. Да, с советской времени, то там, похоже, вообще абсолютный рай был в Латвии, да? Ну, скорее всего, это все-таки не так. Это просто, ну, латышская избилдинаемство. Ну да, оправдание. Оправдание. Но я бы не был настолько скептически, пессимистически настроен насчет взрослых и способностей менять их норм поведения. И мне кажется, что этот опрос, что мы провели июня этого года, чтобы узнать, какие норм поведения для жителей Латвии являются самыми неприемлемыми, так этот опрос показывает, что все-таки можно работать со взрослыми. Конечно, там нельзя очень быстро получить результат. Там, скорее всего, должны вкладываться довольно серьезные ресурсы. Только, скажем, через лет 5-10 можно что-то действительно заметить, что-то поменялось. Но, по-моему, наши данные показывают, что действительно перемены норм поведения все-таки возможны в Латвии в наши дни. То есть, то, что мы сделали с опросом, мы опросили одну тысячу постоянных жителей Латвии, чтобы узнать, какие нормы являются самыми неприемлемыми. И мы составили список с 31 нормой. И там были самые разные нормы. Там, начиная с ездой без билетов в общественном транспорте и заканчивая с громким разговором в общественных местах. И начиная с неснимания обуви, входя в дом и заканчивая с ношением носков с сандалями у мужчин. Но оказалось, что самой неприемлемой нормой изо всех этих норм был выброс отходов в лесах и обочин дорог, не предназначенных для этого местах. 96% жителей Латвии, это означает, что абсолютно все, но все-таки не все, но почти все, 96% Латвии считают, что это неприемлемо. 88% жителей Латвии считают, что это абсолютно неприемлемо. Я не думаю, что 10 лет назад, если бы мы проводили такого рода опрос, эта норма явилась бы настолько неприемлемой. То есть, все-таки есть какой-то прогресс мировоззрения? Я абсолютно уверен, что все те ресурсы, которые были потрачены, все эти общественные компании, они все-таки сыграли тут свою роль. А вот, кстати, если говорить об общественных компаниях, вот такой мне хочется вопрос задать, только не обижайтесь. Вот образ Сукманса, по вашему мнению, он как-то способствует сама вот этой вот компании и так далее? Именно тому, чтобы люди более активно следили за собой. То есть, удачный образ? Я думаю, что это очень удачный образ. Никто не хочет ощущать себя свиньей, правда, вот если так вот идентифицировать. Когда человеку говорят, ты же ведешься как свинья, но вряд ли он радуется. Именно, это одно. И другое, что, ну, если посмотреть на господина Сукманса, да, по-моему, он настолько яркий, да, что просто нельзя не обратить на его внимание, а если мы обращаем на его внимание, это означает, что мы обращаем внимание на те идеи, да, которые он несет. При этом интересно, что уже вот сколько лет этот образ работает, да, и как-то сообщает жителям Латвии, обучает их и так далее. Но в любом случае, как мне кажется, не пришло время для того, чтобы что-то менять или как-то вот другую какую-то социальную компанию создавать. То есть, по-прежнему вот этот образ, он укоренился, можно сказать, в мыслях жителей Латвии, да, вот как такой борец за чистоту. И, по-моему, он очень-очень хороший. Да, вот интересно, здесь еще такой момент, что ваш вопрос показывает, какое-то имеет вот значение, не знаю, там, из каких социальных слоев те или иные вот жители, которые вы опрашиваете, потому что, может быть, для кого-то действительно вот там не мусорить в лесу, это вот очень важная проблема. Для других, которые в лес никогда не ездят, для них, может быть, важно, там, не знаю, не курите при детях, или вот эти вот носки и сандалии, такое сочетание. Или вот нет такой корреляции в зависимости от социального? Если смотреть там на разные нормы поведения, то, конечно, по некоторым нормам там довольно ясно, там были видны различия в разных там социальных и демографических группах. Но, если смотреть на эту тему мусора в лесах и также в городах, между прочим, в нашем топе на втором месте было кидание бумаги окурков и использованной упаковки в городе. То есть, две первые места заняло именно тема мусора, чистоты, да. И по этим двум позициям там, конечно, этот уровень неприемлемости настолько высок, что там трудно говорить о каких-то тенденциях и социальных группах. Между прочим, просто так, чтобы сравнить, когда мы делали этот опрос, я сам лично, я бы никогда не угадал, что именно эти вещи будут стоять на первых местах насчет неприемлемости. Да, то есть, это сюрприз был такой для вас? Для меня это был сюрприз. Я признаюсь, я думал, что на первом месте будет проявление неуважения к государственным символам. У нас была и такая вещь. Она на самом деле оказалась только на десятом месте. Это не означает, что для очень многих, для большинства это приемлемо. Это абсолютно не так, так как тут тоже 93% считают это неприемлемым. Но оказалось, что мы имеем девять норм поведения, которые являются даже более неприемлемыми, чем неуважение к государственным символам. А у нас есть тем временем звонок. Надевайте, пожалуйста, наушники и давайте выслушаем нашего радиослушателя. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Вот до чего же все-таки живые стереотипы? Чтобы плохого не случилось в Латвии, автоматически слетает с уст советский стереотип. Вот и наша уваженная Мариночка сегодня не удержалась. А я вам приведу такой пример, который, видимо, к советскому стереотипу не относится. Это в основном 14-15-летние подростки. Там, где я живу, самоуправление сделало великолепные автобусные остановки с крышами, скамеечками, подземный переход к станции, к электричкам. Там установлены даже были не стекла, а триплексы. Не прошло и нескольких месяцев, как все разбито в дребезги. Причем я знал, кто это. Подошел и спросил, а зачем? Они говорят, а что еще делать? Дело не в советских стереотипах, а то в нынешнее время возросла агрессивность молодежи. Зрослые заняты выживанием, конкретным выживанием, как бы выжить. Дети брошены, особенно юноши подросткового возраста, на произвол судьбы. У нас было другое время. Я вовсе не обеляю и не приукрашиваю советскую действительность. Но я, например, когда был молодым, я ходил в борцовскую секцию, фотокружок, ну и так далее. Мне было не до агрессивности, честно говоря. Спасибо большое. Я бы вот хотела отметить, да, что я это не утверждала, я поинтересовалась. Может ли быть это одной из причин. Поэтому, уважаемые слушатели, не все держится. Сказать, вот вы сталкиваете, что скамейки ломают в лесу? Вы сказали, что вот здесь... Скамейки ломают, да, там же даже трактором, там возле Пелеза, там Винцемс, там подъехали на Белоруссию. Это там был, ну, там на бетонах этих, ну, скамейка такой, да, нож как человек. Так они приехали с Белоруссом, с трактором, все это уволокли, ужас вообще-то. Нет, 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 я больше то, что мусят в лесу. Я, вот, например, вот, когда собираю мусор всякий такой, мы же смотрим, откуда этот мусор. Этот давний мусор, который мы сейчас выкапываем из лесов, там всякие бутылки и эти самые, ну, тросы, всякое такое проживающее. Они вчера не брошены, они тогда брошены, мы сейчас все это убираем, не надо. Я же ничего там не говорил, что тогда плохо, сейчас плохо. Мы убираем то, что нам там намусорно в лесу. Я за лес отвечаю. А ресурсов хватает? Вот потому что вы говорили о том, что вот была вывезена определенная часть мусора. Кто это делает? Сколько людей этим занимается? В том-то дело, что это за деньги налогоплательщиков кто-то намусорил. И, ну, как, это же государственный лес, это наши Латвии, ну. А потом мы все оплачиваем. Ну, конечно, и там же миллионы латов уходят на то, что люди шли туда, собирали, вывозили на конкретные места, где там уже перерабатывать там нечего. Там уже просто надо, ну, это перерабатывать можно новую пластмассовую бутылку. Там стекло, бумагу, всякое такое, там, у нас есть лигод, бумагу перерабатывает, в Ялго перерабатывает бутылку пластмассовую, влепает там металл и всякое такое. Ну, там уже этот древний мусор, который просто надо увозить, это уже тяжело. Там же и сваи металлические, и там это бетон, всякое такое. Ужас. Мы сейчас уходим на новости, на рекламу, потом вернемся и продолжим. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях директор Центра СКД Сарнис Кактенш и борец за счет статут Сукмана. Оставайтесь с нами. www.vixnews.lv Мультимедийный информационный портал Все самое важное под рукой Наглядно, доступно, подвижно, основательно Полный обзор окружающих событий Современное динамичное телевидение Профессиональные выпуски новостей Здравствуйте еще раз. Мы продолжаем программу «Утро на Болткоме». Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях директор Центра СКД Сарнис Кактенш и борец за чистоту Цукман. Телефон прямого эфира 672-12-93-9. Давайте его примем. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Так, что-то соседшее. Не хочет с нами радиослушатель общаться. Перезвоните нам, пожалуйста, 672-12-93-9. Пока мы ждем звонок, может быть, господин Кактенш, такой вопрос. Мог ли ваш опрос выявить, насколько вот эти частые явления, которых людей раздражают? Или, может быть, это сейчас уже вот там одно из сто людей раздражает, к примеру, непокусенными, так для инвалидов, или не плюй на улице. Это довольно частое явление. Почему это людей раздражает? Или, наоборот, это сейчас уже редко, что кто-то плюется на улице, и поэтому так все обращают внимание на это. Вот как вам кажется? Почему раздражает? Ну, почему раздражает? Потому что это как бы не является хорошей нормой поведения. То есть, тут, по-моему, ключевое слово – это нормы, да. То есть, у людей уже выработаны какие-то нормы? Именно. Это уже как бы инстинкты, да, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. И тут мы видим, как бы, уже цифры, которые характеризуют нас, жителей Латвии, что мы считаем, ну, негативными нормами, нехорошими нормами. Происходит ли это потому, что эти очень частые явления, ну, скорее всего, они довольно частые, чтобы нас разозлить. Ну, примерно, да, что касается мест для инвалидов, это мы часто наблюдаем, когда какой-то автомобиль обязательно ставят именно на место для инвалидов. А вот у меня еще такой вопрос. Туристы себя стали вести лучше в Латвии? Хороший вопрос, да. Нет, трудно это определить статистически, но мы спросили жителей Латвии, как они считают, что в целом туристы себя ведут лучше нас, примерно так же или они ведут себя хуже. А, то есть вы даже поинтересовались. Именно, именно. И оказалось, что примерно половина или чуть больше половины жителей Латвии считают, что туристы себя ведут примерно так же, как мы, а мы не в очень-то хорошем мнении сами о себе. А 22% считают, это почти каждый четвертый, каждый пятый. Значит, 22% считают, что заграничные туристы ведут себя даже хуже, чем мы с вами. Ну, это, наверное, они имеют в виду определенный контингент товарищей, которые возле памятника свободы делают какие-то неприличные вещи. Это тоже ваш вопрос, я смотрю, да? Да, ну, скорее всего. Но это, я бы не сказал, что это такие хорошие определения для наших гостей. Да, это правда, да. У нас есть звонок. Давайте, Левимон, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. А у меня такой вопрос. Почему у нас до сих пор не введены в сетях Риме Максима и других пед-центры? Вот, например, в Германии, покупая бутылку минеральной воды, платишь 45 евроцентов. Сдавая бутылку в автомате, получаешь талончик на 25 евроцентов и покупая следующую бутылку, отдаешь талон и платишь 20 евроцентов. У нас, покупая бутылку минеральной воды, я плачу 69 сантимов и потом должна эту бутылку выбрасывать. Вот у меня два вопроса. Почему такое неуважение к нашим деньгам, тем более, что вывоз мусора стоит денег нам, и он постоянно увеличивается? Может быть, Сукмену следует проявить инициативу в этом направлении, привлечь к этому общественность? И второе. Введение пед-центров. Уменьшило ли бы количество мусора? Спасибо. Отвечаю конкретно. Пять лет тому назад мы как раз такую компанию вели. Я розовую такую книгу, ездил по всей Латвии и сам лично собрал подписи, собрал где-то 20 тысяч подписей, чтобы ввести пед-закон, который очень хороший вопрос. Тогда был министр Вейонс, да, и мы с ним тоже вместе, и он пошел в правительство и сказал, вот так и так, надо сделать все это самое. Но там уже все с этими производителями там, они не хотели, чтобы это будет дороже, потому что эта бутылка сразу будет за 4 сантима дороже, когда покупаешь. Это пустяк. Вот женщина хорошо сказала, что это же будет, собственно, за чистоту. Значит, рассказывай. Все это как-то притихло, притихло. В этом году опять что-то началось, что пойдет на правительство, что это одобрит все и введет, потому что это все там осталось в правительстве. Мы уже начали пять лет. Там достопорилось. Да, и конкретно в Эстонии, мы ездили в Эстонию, в Таллин, где уже там было и давно уже действует. В магазинах там есть специальный такой автомат. Бросаешь туда и пивные бутылки, и пластмассовые бутылки, и всякое такое, стекланные и пластмассовые. И там получаешь чек, и там или дадут тебе деньги, или при покупке тебе снизят эту цену. И я смотрел, там дети идут целыми мешками, эта бутылка, но эта бутылка должна быть целая. Вот выпил, и такую целую принесешь, потому что там штрих-код, он там ТИ-ТИ идет. Как покупал ТИ-ТИ, так и сдал ТИ-ТИ. Если не будет ТИ-ТИ, деньги не будет. Но надо новую бутылку. Не из мусора, а что дома выпил, принес. И там дети идут в эти пластмассовые бутылки. Конечно, организованно. И там был такой вопрос, вот как Арнес сделает опросы, в Эстонии было опросы. И все видели. Раньше там бутылки валялись, валялись, как у нас тут тоже валяются всюду. А там чисто. Потому что дети собрали, да? Не то, что дети. Есть специальный контингент, который собирает, вот эти, которые собирают бутылки. Они собирают, они там поделили по кварталам, где там люди отдыхают, эти самые. И все чисто. Что эти люди сделали? Они же бутылки и виша есть. Ну, я помню, в советское время, в последние годы, когда я учился в школе, я тоже иногда собирал пустые бутылки. Конечно. Когда ходил домой со школы, если там были, я просто их подбирал, потому что за них можно получить. Было 20 копеек бутылки. Я тоже напомню это время. Я сам обычно делал. Для которых это был такой источник дохода. Они ходили по пляжу с этими мешками, сливали у них фактически за день. А я думаю, была огромная, конечно, бутылка. Потому что ты идешь, и эту бутылку уже смотришь не как на бутылку, а как на монетку. Ну, как? Кто собрал бутылки в Лужниках, в стадионе в Москве, так он себе Черную Волгу купил за эти деньги. А, кстати говоря, да. Да, это всем известно. Так, у нас был только что звонок, телефон прямого эфира, 6-7-2-12-93-9. Звоните нам, пожалуйста. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Я вот хотел по поводу мусора там в лесах сказать. Там говорили, что в основном застарелый мусор, грязь, там, старый, с советских времен. Я тут недавно решил заехать в лес черники собрать. И где-то 4, а может даже 5 куч выброшенных мусора. Причем, ну, видно, что свежий, там, может, неделя-две максимум, месяц. На одной куче даже с адресами и датами откуда был выброшен. Это часто бывает, да? С адресами. И причем, причем, самое интересное, что это недалеко от Сау-Красной, да, там, где статуя, заправка. И буквально там, наверное, 50 метров в лес и в машин мусор. И не один раз. То есть там, не знаю, мусорную свалку уже сделали из этого места. Да, спасибо. Да, да, есть такое, что с адресами очень много находят. Там ребенок был из Юрмалых, там, это тетрадь такая. В Резикно поехал. Там тоже ученик такого-то, такого класса там выброшен. И самое лучшее было, когда там тоже в Царниково автомобиль выбросил один. И там у него этот госномер еще был, белый. Сразу, да, нашли. Там местный лесник нашел. Сразу Цукману позвонил. Не сюда. Мы с телевидением приехали. Дома у Декстарии какой-то там был. Да, этот номерный знак. Парня нашли. Конечно, там полиция и всякое такое. Так его штрафанули хорошо. Там где-то 300-400 латтям мы поставили. Я хочу сказать, что это неплохой способ, кстати. Ну, конечно. Газномер выбросил. Это очень странно, почему он не сдал этот автомобиль в металлолом. Потому что глупый, но выбросил в лесу. Так это же надо еще искать, какой металлолом, да, где какая свалка. Надо ехать там, что-то машину эвакуировать. Проще же там весы. 300-400 латтям, я думаю, уже можно было эвакуировать. Ну да. Бросил в лесу. Давайте еще звонки примем. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Простите, сразу не услышал. Хотелось бы Балкому сказать спасибо за настолько актуальную тему, потому что она даже превышает ту тему, когда говорят об алкоголизме или наркомании. Потому что на любви к природе воспитываются дети. И это очень важно. И я... У меня было такое... Ну, в моей жизни произошло, что и людей у меня близких так пришлось воспитывать, и меня, наверное, так воспитали, что рука не поднимется что-то выбросить. Это что-то из родни того, чего не так. Цукманиса я знаю лично. Я знаю его брата. И мне хотелось бы ему пожелать не терять этого оптимизма в защите леса, в защите природы, потому что это важно. Это очень насущная тема. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое. На самом деле, это интересная тема в завершении, о которой мы не поговорили, а вообще о воспитании. В принципе, это более глубоко. Вы начали говорить о том, что надо воспитывать детей. На самом деле, это даже больше, чем просто не мусорить. Ну да. И поэтому я говорю, что я езжу по этим лагерям, и дети точно понимают. И я думаю, что... Ну, я очень надеюсь, что они поймут, и что нельзя так делать. А вот я, насколько знаю, сейчас вы как раз-таки начинаете кампанию очередную информационную. Вы, может быть, могли бы более подробно рассказать о том, где вы будете информировать латвийцев, будут ли это только латвийцы, или, может быть, туристы тоже в том числе, где вот можно будет, может быть, с вами пообщаться, вас увидеть, какие-то вопросы задать. А, ну, это... Ну, вообще-то, сейчас, ну, есть это современное время, да, время модерн, так сказать, электронное время. Я в интернете, в интернете, ну, что сделаешь? К каждому я не смогу подъехать, а в интернете меня могут найти www.tukman.com.au. Очень просто. И там как раз все будет. Все будет, потому что... А лист так, что вам звонят и говорят, а ну-ка, приезжайте, посмотрите, да? Ну, очень часто в государственный лес звонят, и, конечно, конечно, и мы тут же сразу реагируем. Ну, вот как вы спросили, где это можно насчет этой кампании, да. Это будет в интернете, потому что сейчас каждый играется в интернете. Он сейчас каждый вообще некоторые 24 часа проводит в интернете. У меня даже в лесу тоже есть интернет, где я живу. Так что мы... В лесу? Да. В лесу, и там есть в Twitter, и в Facebook, там меня можно найти. И там всегда есть фотографии, где, в какой лагерь я поехал, что я делал. Короче, я прозрачный, и меня все видят. А как водители реагируют? Потому что если у тебя нет в интернете, у тебя нет вообще водителей. Пипикают. Да. Есть только два рода занятия, кому пикают, и второе, кому пикают. А вот золотой кодекс поведения, насколько я понимаю, тоже же разработан, и тоже где-то его можно будет посмотреть на Ратушной площади, например. Показываю. Да, что мы с Арнесом сделали. Вот наш подвиг. И потом расскажу подробнее. Вот смотрите. Можно видно, но все равно, да. Вот на девятом месте, на десятом месте нельзя отправлять, естественно, надобности в публичных местах. Нельзя. А кто-то ведь не знал, да? Очевидно, нет. Англичане не знали, да. Ну, не только туристы, я и местных видел. Местных, да. И не только в центре, в микрорайонах, так там вообще вещи. Да, и там запах шок, так далее, да. Второе, вернее, девятое, нельзя жевательную резинку лепить. Нигде. Потом в троллейбусе едешь, бабушка стоит, уступи место. Вот это надо. Оперу, пошел в театр, мобильник выключаем. Потом есть, о, инвалидные стоянки, вот этим дорогим машинам. Нельзя ставить 40 лат штраф. Плеваться нельзя, как уже Арнис говорил, нельзя плеваться, ну, это же ужас. Потом вот государственные эти самые символики нельзя осквернять, ни в коем случае. Курить, вы курите, да? Я лично не курю. При детях особенно нельзя курить. И потом уже, вот как есть, в городах нельзя бросать, там бумажки, не всякое такое. И, конечно, не сыри в лесу. И вот мы опрос, вот который мы с Арнисом говорили, что люди думают, как их надо наказывать конкретно. Вот, первое, принудительный труд работать в лесу. Собирать в лесу. И именно, чистить леса. Кто сам набросал и что другие набросали. Потом есть штраф. Кус клеща, это, видимо, дополнительный штраф. Штраф зараженного обоими болезнями. Это я не говорю, да? Да, соответственно, сколько намусорил, до тысячи латов сделаем. Потом публичные, как ты сказал, это было слово на русском? Порицание. Порицание, да? Вот это, которое... Престрижение. Престрижение, да. Мы там сделали этот самый столб, там в артуши, да. Вот и туда мы будем приковывать и его вот так стыдить. Вот ты, какой свинья, вот сделаешь. Ну, где-то две сутки, да, примерно? Я думаю, да. Ну, да. И потом арест нужно за решетку на 15 суток, там тебя никто не увидит, вряд ли выйдешь оттуда. И потом уже, смотри, голая задница на муравейник. О, это малая задница. А на самом деле каждый десятый житель Латвии был бы готов подписаться на такого... Рода наказания, да? Рода наказания. Ну, приедительная работа, мне кажется, вот самая такая вот толковая, потому что пускай убирает раз на мусор. Под моим личным руководством. Да. А нам звонят все время, называются наушники. Здравствуйте. 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 Я хотел бы сказать, что проблема еще немножко в другом. Надо проводить более активную работу не только с населением, но это, правда, больше к городу относится. Мы, может, вспоминаем, там советские времена на урн было намного больше. Мне совершенно непонятно, почему домовладельцу выгоднее оплачивать услуги дворника, а не поставить мусорник возле своего домовладения. Когда идешь с ребенком по городу, ты всякие бумажки от конфет все должен складывать просто в карманы, потому что в той же самой Риге найти мусорник часто не представляется возможным. Спасибо. Понят ваш вопрос. мусорников стало меньше в городе пока не менее. Я думаю, что в лесу, видимо, есть контейнеры. Ну как, в лесу есть, там, где, ну, место отдыха специальное. Ну, конечно, ну как, ты же километр не будешь бродить по лесу, там пойдешь, где место отдыха и всякое такое. Ну как, я расскажу, чтобы всем было все понятно. Каждый отвечает за свою территорию. Город, вот здесь городоначальник у нас в Риге, и он, буквально, он же за это все отвечает. Ну как? И там исполнительный директор, он же должен там, чтобы было эти мусорные баки. Вот приведу пример, как было в Саокрасе тоже. Там был дачный, там и сейчас есть дачный участок, там дорога и там лес. И они все бросали в лес, потому что они не заключали договор с этими, кто вывозит мусор. Ну, они пожалели деньги, они лучше бросают в лес, тем более, что это государственный лес. Мы сразу среагировали, и городоначальник вызвал трактор, все убрал, и там уже специально в договоре, когда заключается договор, надо обязательным образом, чтобы этот мусорный бак тебе стоял, и мусор тебе будет. Ну, по Риге, ну, по улицам, я больше лесу знаю, по Риге там, что по Риге. А вот у меня такой вопрос, почему-то мы не поговорили, еще не затронули такую тему, как вот собачьи экскременты, да, как бы не было бы неприятно об этом говорить, но все-таки вот очень часто латвийцы это огромная проблема, потому что если ты приезжаешь в микрорайон весной и идешь вдоль газона, да, это просто действительно какой-то ужас и кошмар, хотя, казалось бы, были тоже информационные кампании, устанавливались и мешочки, и какие-то знаки, и плакаты, но тем не менее проблема-то остается. Ну, опрос показывает, что эта тема не является настолько неприемлемой, как та же самая тема обычного хозяйственного мусора, то есть только 55% жителей Латвии это считают абсолютно неприемлемым, когда владельцы собак не забирают за ними. Ладно, я как учитель всем скажу, слушайте внимательно все владельцы собак, владельцы собак, вот по Риге, деревня, ладно, там деревня, ну, вот тут по Риге сказали, возьмешь свою собаку, вывозишь, в левой руке тебе вот есть собака, которую ты держишь на поводке, и в правой у тебя находится пластмассовый кулек, пакетик, собака покакал, собери этот самый мусор и выбрасывай в урну, это же элементарно, кто еще это не знает? Ну да, казалось бы, конечно, ну, за это есть штраф, если муниципальная полиция поймала, там есть штраф, где-то там. Да, вот может быть, совсем мало времени остается, может, такой один из последних вопросов, а бывало так, что все-таки ловились поличным тех, кто мусорил в лесу, там, не знаю, муниципальная полиция или тяжело? Не, ну, было так, когда мы вот эту кампанию начали, мусорили на обочинах, тогда мы там камеры ставили, такие скрытые камеры ставили, и полиция... Очень эффективно, да. И полиция там дежурила, дежурила, ну, там, ну, было, но не всех, это трудно. Мне кажется, что это вот очень эффективно, когда люди видят, ага, вот уже кого-то заловили, вот я там мусор заберу, а то и меня заловят. Это на ноги даже более эффективно, чем вот просто сказать, что вот не делай так. Ну, они же негодяи ночью его взят, ну, каждый, каждый там, этот, дорожку-то не выследуешь там уже, но старались, старались, было бы там, как-то так-то. Еще один звонок мы примем, я думаю, что последний в этом часе, да, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Татья, и не сразу беспокоим. Доброе. Очень приятно слышать все высказываемое вашими костями, но мне кажется, мы забываем о второй очень важной составляющей. Нужно не только штрафовать там, или финализировать действия на наше население по загрязнению среды, но и обязательно поощрять, и возможно даже как-то финансово поддерживать действия людей, направленных как раз там на очистку, на соблюдение правил общежития, на что-то не только карательное, но еще и поощряющее. Я понимаю, что этот вопрос сейчас не проработан, и, наверное, его обсуждать в деталях преждевременно, но лично я был бы очень рад, если бы такого рода меры разрабатывались бы. Вот вывозит человек, вывозит человек мусор и известно самостоятельно за собственный счет, устроил так называемый маленький индивидуальный субботник. Было бы здорово, если бы и такая возможность местными властями каким-то образом поощрялась бы. То вот у нас возле поселка бумажной фабрики в лесу такие завалы мусорные. Да, я вас понимаю, я там тоже живу недалеко. Да, согласна с вами. Вот нужно как-то какие-то меры предпринимать и поощрять тех, кто самостоятельно мусор вывозит, или это, может быть, такой гражданский долг каждого латвийца, увидел, убрал. Даже пусть не за собой. Если я выезжу, если кто-то что-то поднял, я ему подарочек дам, сувенирчик дам, по плечу похлопаю, я скажу, молодец. Это же, ну, им, ну, поощрять, ну, тогда же надо посчитать, что ты вообще живешь, что мне надо признать, что вообще ты родился. Ну, как, что такое вообще? Это же надо сознательно совесть иметь, вообще не мусорить. Хотя бы, да. Ну, конечно. Какие-то надежды у вас есть на то, что изменится что-то к лучшему вот в ближайшие годы? Ну, в плане уборки мусора, поведения латвийцев? Ну, мне лично кажется, что, скорее всего, ситуация все-таки улучшается, чем ухудшается. Да, до сих пор, вот, вы поминали тут статистику, сколько там, там, в кубических метрах было вывезено, но там тоже довольно много все-таки старого мусора. И если смотреть те же самые наши данные, данные нашего вопроса, то он показывает, что нынче это не мусоривание, то есть негативное отношение против тех, которые это делают, уже как бы является нормой для абсолютного большинства. И это очень хорошая новость. Это показывает, что, скорее всего, мы меняемся. Если большинство считает, что это неприемлемо, то означает, что и все-таки те, которые это делают, получают какое-то давление с общественной стороны, что, в конце концов, все-таки может и позитивно повлиять на них. Хотя я не думаю, что когда-либо придет время, когда мы все будем абсолютно одинаковыми, и никто это не будет делать. Всегда, да. Всегда кто-то все-таки останется. Хорошо, спасибо вам большое. Девять часов утра нам пора заканчивать. Огромное спасибо, что вы к нам заглянули сегодня утром. Будем надеяться, что латвийцы действительно будут мусорить поменьше. Напомню, что у нас сегодня в гостях были директор Центра СКД Сарнис Кактенш и борец за чистоту Цукман, с которым хочет что-то сказать. Латвий свал Смэджик предупреждает. Не сыры в лесу, превратишься в свинью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова